Доброе время суток, уважаемый любитель шахмат, с вами Никита Петров и Кирилл Широков, и это обзор турнира в Риге. Да, вот не так давно вернулся я из Риги. Турнир, да, прошел турнир уже ежегодный RTU Open, который проводится по Величному Техническому Университету, как понятно из названия. И вот мы будем вкратце, вкратце покажем, разберем все, все 9 партий. Турнир получился такой противоречивый, некоторые партии, очень хорошие, некоторые партии, совсем плохие, в общем и целом, но чуть лучше среднего. Ну вот, и в первой партии, как вы видите, мне дали соперника с рейтингом 2.154, в дальнейшем он показал, ну, перформанс близкий к 2.600, и вообще, наверное, сыграл турнир жизни, но начиналось для него все не так радужно, в общем-то, и имел большой шанс на победу, ну, собственно, приступим к партии. Да, с целянской защитой. Это вариант система Паульсона, без коньян C6, то, что я обычно играю в интернете. Ну, один из самых неприятных для черных ходов слон D3. Недавно, если не быть точным, то позавчера Владислав Артемьев, молодой российский космейстер в черном и сыграл конь E7, и обыграл Дмитрия Яковенко в очень хорошем стиле. Тут я сыграл конь F6, на 0 ферс C7. Опять же, то, что обычно делаю в наших турнирах Феникса на планете. C4, C4 это не точность. Довольно часто раньше против меня так играл Михайловский, и все время получал хуже белыми. Потом он перешел на более сильный ход Ферзь Е2, и результаты подравнялись. А C4 не очень удачно, просто после конь C6, ну, белым надо либо убирать коня, после чего сильно конь E5, и черные поля прихватываются, либо меняться на C6, как и было в партии DC, но теперь черный успевает пойти Е5, и поле D4 прорисает. То есть туда может, если туда придет черная фигура, то это будет неприятно для белых. Последовало слон Е3, Е5, F3, и слон Е6, не знаю, слон Е6, возможно, микронеточность, может быть и нет. Дело в том, что, наверное, идея не было сыграть конь D7 сразу. Содействовать на C5 и поменять чернопольных слонов, и не давать белым лишних возможностей. Потому что после слона Е6, Ферзь C2, белые создали позиционную игру от C5, с фиксацией моего фланга. Кроме того, если пешку C4 переместить на C5, то слабость поля D4 будет не так заметна. Пришлось играть B6, то есть теперь на C5 можно даже, можно взять два раза, а можно пойти B5, и вот, ну, то есть пешка B7 уже не отстала. Эта структура не такая плохая для черных. Ну, а, собственно, вообще не плохая для черных. Ну, последовало конь C3, конь D7, и вот я, в общем-то, получил то, что хотел. И постепенно здесь перевес черных в дальнейшем увеличивался, то есть соперник играл, на мой взгляд, достаточно безыдейно. Ладья D1, слон C5, Ферзь F2. То есть, ну, просто какие-то крепкие ходы делает, но черные поля начинают провисать. Два ноля, ладья C1, ну, опять-таки, ход из общих соображений. Поменял чернополов, конь C5. Да, и, в общем-то, черные получили все, что хотели. Если сыграть B4, что кажется логичным, то есть, ну, вроде бы белая меняет своего плохого слона на очень сильного черного коня, но на самом деле, после коня D3, Ферзь D3, ладья D8, Ферзь не может уйти на E3 из-за того, что висит пешка. А если Ферзь уходит куда-то в район поля F1, то у черных есть очень сильный ход ладья D4. И тут опять подвисает на C4, защищать очень неудобно. А в случае размена черные получают защищенную проходную. Ну, я почти выиграю на позицию. Поэтому так играть, играть B4 потом белым было невыгодно. Сыграл Каспер Заховский слон F1. Ну, и после А5 черные зафиксировали сильного коня на C5. Ладья D2, ладья D8. Вот, вот эту линию на доске. Может быть, мне не стоило занимать эту линию, потому что в белых ленов случае нет особо полей вторжения. С другой стороны, до поры до времени я надеюсь, стало довольно неплохо. Ладья C1, F6. Вот F6, ну, помимо того, что просто подкрепляет пешку E5, теперь появляется идея убрать слона на F7. После этого перевести коня через C5 на E6 и на вот это вот поле. Сладкое. Да. В общем-то, все так и случилось. B3. У белого действительно нет особых путей противодействия. Там у слона F7. G3, конь E6. Ну, то есть слон не успел подменять этого коня. Слон H3. Вот он пришел. Да, тут я решил сначала поменяться, потому что на конь D4 в адрее довольно сильно было конь E2. С разменом. Тут если C5, то кажется, конь возвращается обратно, это получается и на А4 какой-то ход конь D5. Кажется, мне вот это не нравилось. Потому что после размена, если делать все то же самое, Ладья B2, Ладья D2, конь D4, ну, собственно, так и было. Конь E2, C5. Конь C3. Ну, потому что если взять на D4, то просто черный большой перерет, опять же, из-за защищенного проходного. Конь C3, ход идейный. Ну, тут появился такой тактический ресурс А4. То есть если сейчас белым дать вей, то они поставят своего коня на D5. Черный придется меняться. Черный будет чуть-чуть лучше за счет более сильной легкой фигуры, но этого мало. Вот А4, на самом деле, хороший ресурс. Рассекает ферзевый фланг. Брайград нельзя, я С4. Безнадежные позиции. Игнорировать тоже не получается, потому что черный собираются взять на B3 и заехать Ладьей на А3. То есть надо брать. И тут вот С4. Теперь после B4 для А4 позиция практически проиграна. В партии, ну, теперь он сыграл конь C3. Ну, и после слона F7 оказалось, что от идеи C4 защититься не так легко. После чего сказывается то, что король на Ж1 у белых очень слабый. То есть до вот этого момента я вел партию, как мне кажется, довольно неплохо. А вот тут начались странности. Слон F1, C4. C4 по-прежнему, мне кажется. Можно было просто усиливать позицию, но белые хотят сыграться на C4, поменять белополов, после этого водрузить своего коня на D5. Поэтому C4 выглядит хорошо. Последовало БЦ. Опять же, сильный ход ферз C5, создавая угрозу конь F3 с выигрышем. Также создавая угрозу ладья А3 с всевозможными связками. Ну, и С4 по-прежнему остается в резерве. Ну, черный, большой перерез, близкий к решающим. Король H1. Ну, по крайней мере, я защищаюсь от угрозы конь F3. Ладья А3. Ладья D1. Одни связки уже. Да, ну, кажется, что тут позиция должна уже прямо сейчас развалиться. И вот тут я начал паниковать, потому что не мог понять, как мне выиграть сразу. И в итоге я спалил все время. А еще должен сказать, что на этом турнире был очень жесткий контроль. То есть полтора часа плюс 30 секунд после каждого хода, но не на первые 40 ходов, а на всю партию. То есть после 40-го хода ничего не добавлялось. Я начал нервничать, сделал сильный ход FB4. После ладья D3. Ну, я должен сказать, что ответ на ладья D3 я подземнул. Дело в том, что до этого ладья D3 сыграть нигде невозможно. То есть на ладья D3 всегда последует слон C4. Ну и просто позиция белых отрывается. А вот конкретно при ферзене B4, к сожалению, на ладья D3 с хода слон C4 нет. Потому что после конь D5, видимо, за перераз борется уже белый. На конь D5 неприятный ресурс. Может быть, нет, но черные вынуждены соглашаться вот на такую позицию. И у них нет особого перереза. Ну вот. А у черного пола здесь способ не просто большого перереза, наверное, вообще способ достижения не просто большого перереза, а, наверное, вообще выигранной позиции. Надо было сыграть FB4. Я тоже почему-то вообще это не раскладываю. Ну, выглядит противоестественно, конечно, вставать под слона. Но вот если приглядеться к этой позиции получше, то видно, что у белых практически Цуксуанг стоит. То есть, что делать, непонятно абсолютно. Ну, короче, на флажке я не нашел-то. Ну, да. Мне еще казалось какой-то такой он D5. То есть, опять же, тут кажутся какие-то размены, но я же могу просто ладья бета-2 сыграть. И суть в том, что, казалось бы, у такого противостояния слона и ферзя должны быть в пользу белых, то есть, слон менее ценная фигура, но он не защищен. Поэтому у ладьи нет нормального отскока никогда. Ну, это было практически... Ферзь А4 было практически за решающим ударом. А я сыграл ферзь Б2, ну, выпустил практически большую часть его перевеса. Все равно некоторое давление сохранилось, но уже после коня Д1, 1-Д3, ферзь Д3, ферзь Б2, оно постепенно сошло на нет. То есть, пешек поровну, король Ж1. Ну, опять же, я должен сказать, что у моего соперника еще было очень много времени, а я вот в какой-то момент, вот как раз в районе 35-го хода сделал ход, переключил часы, когда у меня осталась одна секунда. И мой соперник очень странно на меня посмотрел. Потому что это довольно глупо, и, в общем-то, не стоит до такого доводить никогда. То есть, в классику нельзя себе оставлять одну секунду. Просто можешь рукой за что-нибудь зацепиться, за стол и, как бы, просрочить время. Но приятного мало. Сыграл А6, конь С3, вот тут нашелся такой тактический дайфер с Д2. Мне показалось, что опять появились серьезные шансы на победу, но у соперника было много времени посчитать, он задумался минут на 10 и нашел сильный ответ А4. И в этот момент к моему столу подошел Иван Бабиков, который завершил свою партию, кажется, победил в первом туре. И потом уже на автобусной остановке он мне спросил, почему я не сыграл С4. На самом деле, С4, конечно, играть нельзя, из-за того, что это, к сожалению, взять Асушахом. В противном случае конь Ф3 был бы матом в два хода. Согласен. Ну вот, а опять же, тут мне казалось, что что-то может отойтись, но время поджимало чудовищно. Да и на самом деле компьютер уже не показывает прямого выигрыша. То есть единственный прямой выигрыш был в тот момент с ходом Ф4. Я сыграл Ф1, конь Е2, конь бьет Е2, ферзь бьет Е2. Ну вот тут тоже это не влияет на результат партии, на мой взгляд, неточность. Надо было менять ферзей, следовать своему кредо и вести короля. Вести короля на С5. Король белых темп в темп приходит на Ц3. Вот это я посчитал, отказался от этого варианта. Но все равно надо было возить эту позицию. То есть, какой-то поле ЦШ. Ну, я посмотрел, подвигал эту позицию еще с движком. На самом деле, это ничья. Повод стоило. Я решил сохранить ферзей. Ну и, в общем-то, белые постепенно избавились от всех проблем. Ф5. Довольно удачно зафиксировали структуру. Король Ф2. Ну и тут уже совсем маленький перерез. Ну, еще поменял слонов. И в дальнейшем возил эту позицию ходов в 30, которые, во-первых, не помню, а во-вторых, они не имеют ну, собственно, какой-то ценности. Показывать их не вижу смысла. В какой-то момент пешки Ц и Б поменялись, и у меня даже был шанс перейти владельник в пешечный эндш перед лишней пешкой Аш. То есть, король и пешка Аш против короля. Ну, это никакого смысла не давало. Да, это было максимальным моим достижением. Ну, таким образом, вот этот вот шахматист из Польши, Каспар Заховский, в общем-то, начал свое восхождение в этом турнире. Прерывал на его только в последнем туре, прорывал партию. В итоге набрал 5 из 9, но шикарный результат для человека с таким рейтингом. Выполнил Мастер с полнормой. Может быть, если не удержал бы эту позицию, ничего этого и не было бы. Да, всем спасибо за внимание. И 100 лайков, ребята, означать выпуск второй партии с этого турнира.